Друзья Архалюбы, здравствуйте! Мы с вами находимся в самом лакомом орхидейном месте города Воронеж, уникальной оранжереи торгово-развлекательного центра «Твой дом». Вот они, стоящие стройными рядами, словно солдаты на параде, наши всеобщие любимицы – фаленопсисы. Их здесь немало. Целых три выставочные поверхности посвящены этим экзотическим красавцам. В окрасе, конечно, солируют традиционные для фаленопсисов бело-розово-сиренево-малиновые цвета, всех невообразимых оттенков и сочетаний. Чем не хороша, например, эта, покрытая тщательно нанесенным бордовым узором орхидейка с небольшими, но симпатичными цветами. Встречаются здесь и контрастные цвета, как у этого лаймового очарования с белыми завитыми усиками на губе. В подавляющем большинстве орхидеи представляют собой так называемый микс, куда входят фаленопсисы стандарт на один цветонос по неплохой цене 499 рублей. Сейчас попробуем визуально просканировать состояние корневой системы, что очень затрудняет наличие зелени в горшке. Думаю, что больше трех баллов корневой системе поставить не удастся на троечку корней. Ничего, конечно, критичного, но и восторгаться здесь нечем. Корни, находящиеся вне горшков, выглядят и то более многочисленнее, чем та их часть, что внутри. А все потому, что не все, увы, орхидеи здесь из свежего завоза. И сами знаете, как влияет длительное пребывание в магазине на орхидеи. Не самым оздоравливающим образом, это уж точно. А теперь попытаемся высмотреть и выловить из этого орхидейного моря наиболее интересные экземпляры. К интересным, безусловно, можно отнести обладательницу вот такой замечательной розетки Антура Равелла. Производители обожают давать фаленопсисам названия в честь различных городов. И Равелла не исключение. Этот гибридный фаленопсис носит имя итальянского города, расположенного высоко в горах. Про него говорят, что это город, лежащий на облаке блаженства. И серединка цветка орхидеи действительно будто прикрыта набежавшим полупрозрачным облаком. Именно эта деталь и является отличительной особенностью Равелла, которая выделяет ее среди других орхидей, щеголяющих полосатым узором. Смешение желтых, персиковых и оранжево-красных тонов делает орхидею Равелла необычайно нарядной. А в этой орхидее уже вовсю звучат испанские мотивы. Ярчайший фаленопсис сангрия. В переводе с испанского сангрия означает кровь. И именно так назван популярный слабоалкогольный напиток на основе красного испанского вина с добавлением сахара, фрукта и ягод. Освежающий вкус сангрии ярок точно так же, как и пронзительный цвет этой орхидеи, где фуксия и глубокий бордовый смешались восхитительным коктейлем. Очень крупные цветы, похожие на белые с прожилками крылышки гигантских тропических бабочек, у фаленопсиса тропик пикати. И без того нежнейшая окраска стала еще светлее по причине воцветания. Сорт безусловно красивый, но цветение его близится к концу, судя по характерным зеленым пятнышкам. Жаль, что он не предстал перед нами во всем блеске своей орхидейной красоты. А вот тот самый сорт, который зачастую рисуется в воображении, когда мы имеем в виду фаленопсис. Флориклоний фрирайт имеет настолько яркий оттенок фуксии, что его цветок буквально светится неоновым огнем. Только самый кончик колонки выделяется забавным белым сердечком. Очень крупный и потрясающе эффектный цветок. И этому фаленопсису радуется душа в любое время года и в любую погоду. Лаймлайт, лаймовый свет, сияет почти нестерпивым лютиковым оттенком, с которым контрастирует насыщенно яркая губа, словно губка, вобравшая в себя терракотовой и малиновой. И если присмотреться, то можно увидеть, что центр цветка слегка выбелен, что придает, безусловно, орхидеи пикантности. И завоз, не завоз, без какого-нибудь приметного пятнистика. Фаленопсис самора продолжает географическую тематику названий, поскольку носит имя испанского города. И, наверное, это уместно, так как эти винные пятна на белом фоне цветка наделяют орхидеи броской, поистине испанской красотой. А лимонный оттенок губы, по которой ежевичной полосой проходит посадочный трап для насекомых опылителей, добавляет красок в фестиваль яркости. И еще один расписной красавец, который подтверждает орхидейную истину, что пятнистая орхидея, пятнистая орхидея рознь. Смотрите сами и найдите, как говорится, пять отличий. Во-первых, сами цветы меньшего размера. Другой оттенок узора, ближе к спелой вишне. К белому фону питалий и сипалий добавлены разводы сиреневого. Совершенно другая губа и по форме, и по цвету. А это пятно расплывающегося вишневого сока вокруг колонки так красиво обрамляет ее, что название волшебной звезда кажется очень подходящим для этого фаленопсиса. Частый уже гость орхидейных завозов фаленопсис нантас по-прежнему восхищает бархатистостью пурпурно-маджентового. Прекрасную цветовую композицию в центре цветка составили его латеральные лепестки, губа, заштрихованные розовым, и почти черное пятно колюса. Очень интересная орхидея, каждый цветок, который будет окрашен и расписан узором, как бы по индивидуальному заказу. Еще один вариант орхидеи с узором. Фаленопсис блэк страйп. Черная полоса. Нельзя сказать, чтобы эта орхидея уж так часто баловала нас своим посещением. Сейчас в наличии несколько штук этого сорта. Три или четыре. И честно не могу сказать, что качество именно этих фаленопсисов таково, что смело можно брать эту интересную орхидею себе в коллекцию. Хотя сорт, конечно, очень достойный. Название фаленопсиса исчерпывающее красноречиво. Действительно, узор из очень темных полос расчерчивает петалии сипалии орхидеи. И только на губе оттенок снисходительно светлеет. Тоже знаменитый полосатый фаленопсис дейтрипер зевака, всегда выделяющийся из орхидейной толпы гиацинтовыми оттенками, своеобразно расположившимися на более прокрашенных петалиях и гораздо светлых и узорчатых сипалиях. Этот фаленопсис уж точно не упрекнешь в тривиальности. Есть в нем нечто такое, что неизменно цепляет взгляд. Любители оранжевой сочности, внимание! Одна единственная мелькает среди орхидейных подруг рыжим лисьим хвостом, вот эта очаровательная незнакомка. Мне показалось очень любопытным, как зеленоватый оттенок прокрался в оранжевый тон цветка, создав полную иллюзию поспевающего цитруса. Интересный экземпляр рыжика, как по-вашему? В этом радужном орхидейном хороводе нашлось место и для более дорогих орхидей по 919 рублей, по 1190 и по 1290 уже на два цветоноса. Из этой ценовой категории не оставила равнодушна меня антура равенна. Посмотрите, как красиво узкие перламутровые петалии и заостренные кончики сипалии формируют форму цветка, делая ее удивительным образом похожей на туманную звезду, приглушенного цвета розовой примулой. Свежераспустившиеся цветы имеют почти зеленоватый оливковый оттенок, который постепенно переходит в скромный беж, испещренный нежно-розовыми линиями. А вот что нисколько не теряет в цвете, так это красиво вырезанная, будто по особому лекалу губа. Ничего не скажешь, не банальная внешность у этой орхидеи. Красотка! А вот такие орхидеи мне уже по душе. Я имею в виду качество растений. Люблю фаленопсисы от Фаленова, они всегда взрослые, с хорошей розеткой и высоким потенциалом цветения. Отличный представитель золотистых фаленопсисов Solid Gold с ярко-красной губой, способен сиять на наших подоконниках и дуэтом с ласковым солнышком и без него, щедро даря золотистое сияние даже в самый хмурый осенний или зимний день. Не перестает восхищать фаленопсис нарбона. Удивительно сильное растение. Никогда она не встречала нарбону в чахлом состоянии. И этот экземпляр тоже не исключение. Радует целой кучей цветоносов, каждый из которых ветвится, поэтому сама орхидея похожа на цветущий куст. Окраска цветов нарбона по-настоящему элегантна и напоминает россыпь розовых турмалинов. И, конечно же, обращаем внимание на так называемую особую примету – дугообразную тончайшую линию над колонкой. В уникальной оранжерее торгово-развлекательного центра «Твой дом» почти всегда в ассортименте присутствует орхидея на дуге. Очень часто они от известного недешевого поставщика «Декорум». И на сей раз это «Эмилия», имеющая поразительное сходство с фаленопсисом «Мэйджик Арт» – магическое искусство. Но у сорта «Эмилия» немного иная губа, не так агрессивно окрашенная и более светлая. Фаленопсисы от другого, не менее признанного за отличное качество растений поставщика «Калибри» стоят здесь 990 рублей. С одного из прошлых завозов осталась одна разъединенная орхидея «Литл» калибри из коллекции «Эксклюзив». Не уверена, что я бы причислила эту приятного фиалково-розового цвета орхидейку «Лузерн» к чему-то уж очень эксклюзивному. Разве что красивой формы большая губа добавляет некую изюминку в облик орхидеи. А вот на что мультифлорная действительно стоит обратить внимание, так это вот на такую палетку с мультифлорами. Одного для меня поставщика, который смог приятно удивить и качеством корневой, и красиво сформированными розетками, и пышностью цветения. О, как много цветов написано на своеобразной этикетке, и это действительно первая мысль, которая приходит в голову, когда видишь эти орхидеи. Не знаю, какое торговое название придумал поставщик для этого сорта, но у азиатского производителя он называется «Чиа-Ейен-Лин». У меня такой фаленопсис есть, он с чудеснейшими варегатными листьями, но вот порадует ли он меня таким изумительно буйным цветением на четыре цветоноса, я не уверена. Совсем не уверена. Красивый сорт, изюминку которому придает своеобразный светлый узор, который служит окантовкой для ярких цветов оттенка манженты. Отдельную оду можно посвятить губе, напоминающей распущенный хвост райской птицы, того же глубокого оттенка, который темнеет до черного у калюса с двумя темно-желтыми пятнами. Не калюс, а шмель. Удивительно. А полюбуйтесь на его великолепные листья. Они украшены красивым крапом. Словом, и цветки оригинальны, и листья. Вот то, что лично я называю эксклюзивом. Очень достойный внимания сорт. Прекрасен во всех отношениях. Точно такой же пышностью и сочностью цвета может похвастаться фаленопсис Морелия, названный в честь города в Мексике. Такое же множество ветвящихся цветоносов и обилие ярких цветов. Казалось бы, и не особо интересная орхидейка, но она тоже имеет свое неоспоримое достоинство, а именно легкий, очень интересный аромат кофе. Уже более светлый, ближе к гиацинтовому окрас имеет мультифлора вена, чьи цветочки своим узором прожилок напоминают знаменитый и горячо любимый мной азиатский сорт Сога Вивьин. Необыкновенно милые цветочки. И уже в совсем лилейно-нежный цвет окрашен желанный многими сорт Литл Амаглад. Это сочетание бледно-верескового и дынно-желтого невероятно красиво. У всех этих мультифлор есть примечательная особенность. Их губа по величине почти такого же размера, как Питалий и Сипалий. И когда еще эта губа имеет контрастный цвет, как у данного сорта, то смотрится это потрясающе. Неудивительно, что Литл Амаглад имеет столько поклонников. Очень запоминающийся сорт. Для ценителей орхидейных миниатюр в продаже имеются Фаленопсис и Мини по 619 рублей. На крошечных горшочках значится Тину Доллс, крошечные куклы. Забавно, но эти маленькие орхидейные букетики действительно будто предназначены для фарфоровых куколок. Среди этих орхокрошек мне больше всего приглянулся Фаленопсис Мундаст, что в переводе означает лунная пыль. Очень поэтичное название, подходящее для этой орхидеи, чьи цветочки оттенка бледной луны покрыты мельчайшим красным крапом. Красота этих цветочных звездочек уже угасает, но все равно привлекает внимание. Конечно, такого захватывающего духа орхидейного великолепия, как бывает в праздничной завозе, сейчас нет. Но зато орхидей в достатке, и каждую неделю бывает пополнение. Например, вот эта свежайшая палетка по 1190 рублей. Вот чем не красавец Фаленопсис Мантрё с темно-винными цветами, который не выгорает на солнце, сохраняя свой благородный окрас. Мантрё относится долгоцветущим сортам, умеет ветвиться, образуя буквально шапку довольно крупных 7-9 сантиметров в диаметре цветов. Не уступает ни в яркости, ни в популярности Мантрё Фаленопсис драгоценность императора. Красивое название для красивой орхидеи. Не цветы, а горящие загадочным светом рубины с редким фиолетовым отливом. И самая впечатляющая орхидея в этой палетке Фаленопсис Голден Леопард. Этот экземпляр с цветоносом из точки роста. Есть еще один с целой точкой роста. Оба здоровый и фантастически красиво цветущий. Для меня в окрасе цветов Голден Леопард есть все, что я люблю. Солнечно-желтый, пастельно-персиковый и яркий багрянец. Для ценителей иных видов орхидеи в продаже имеется ароматнейшая Калмонара Тропик Джангл, которая способна подарить настоящее першинство красок. Уникальное сочетание красного, белого, желтого, кофейного притягивает взор. Особое восхищение вызывает увеличенная белокрасная веерообразная губа. Такое буйство оттенков множества цветов, усыпающих ветвистые цветоносы, целиком обыгрывает название. Тропические джунгли. Созерцать всю эту орхидейную красоту я готова часами. Надеюсь, что и вам этот обзор подарил несколько приятных минут. Непременно расскажите о своих впечатлениях в комментариях или поставьте лайк. Рассчитываю узнать, какая за орхидей вам приглянулась больше всего. Не теряйте меня надолго из виду, ваша Алина.